Минута величия и славы, минута признания и слез. Пусть будут ушедшие правы, пусть хватит им праздничных звезд. С годами все кажется ближе, все стало ценнее вдвойне. Спасибо за то, что вы выжили в той безбощадной войне. Вокруг не звучат выстрелы и взрывы, редкие минуты затишья после ожесточенного боя. Солдатский привал. Кто-то набирается сил, кто-то обучает молодое пополнение. Многие из этих ребят оружие в руках держат впервые. Опытные командиры пытаются сделать из своих подопечных идеальных вояк. Времени немного. Уже с утра они отправятся на линию огня. Почта оружия взводим следующим образом. Раз. Взвели, да? Спуск произвели. Что, имеем спусковой крючок, имеем переводчик огня. Железо старое, надежное. Еще в ту войну стреляло. Калибр 7,62. 63 потом на магазине. В конце войны используют секторный на 35. Молодое пополнение обучают сражаться и в рукопашную. Приемы ближнего боя. На ножах и винтовках. На войне, как на войне, говорят солдаты. От противника можно ожидать чего угодно. У каждого командира своя тактика, которая не раз помогала им побеждать. Члены столичных клубов исторической реконструкции переоделись в казаков. Форма 40-х годов. Папахи. Вот они, те самые герои. За победу конные войска сражались до последнего. И даже когда силы были не равны, они совершали настоящие подвиги. Даже был такой случай, казаков бросили под танки на конях. И они выиграли бой, отсекая пехоту, которая шла за танками. А танки уже, как говорится, добили гранатометчики, те, которые сидели в окопах. Военные песни сегодня тоже звучали на всю Красную площадь. В 40-х годах солдатам такие концерты были нужны, как воздух. Артисты, несмотря ни на что, приезжали к бойцам на фронт. Музыка не только скрашивала отдых, она дарила всем надежду. Такие знакомые напевы, о которых не забывают и сейчас, для победителей значат очень многое. Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова